Здесь все символы Великой Отечественной. Георгиевские ленты, красные звезды и голуби мира. Воспитанники дома культуры сельского поселения Барсуки окна Победы украсили красиво и празднично. Хадижа Даурбекова рада быть частью всероссийской акции. Ведь с ее помощью воспитанники дома могут выразить свою благодарность героям 40-х. Сейчас я хочу нарисовать 9 мая и букет гвоздики, который ассоциируется с этой войной. Это патриотический долг. Я решила нарисовать этот рисунок благодарность своему отцу, дедушке, прадеду за то, что они дали мне чистое небо, за то, что я могу спать спокойно, за спокойствие в этом мире. Эта акция напомнила детям об их предках, которые отдали свои жизни, защищая родину во время Великой Отечественной войны. Раяна Местоева не раз слышала из уст своих родителей о том, как несмотря на голод-холод ее прадедушка боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Для девочки он навсегда останется примером мужества и героизма. Он воевал в киевское направление, после чего под московской городе Джирск лечился из-за получения ранения в госпитале в Кубайском районе. Я очень горжусь им, потому что они мои родственники, что в этом мире сейчас мы живем спокойно. К эстафете «Окна Победы» также решили присоединиться воспитанники Дома культуры сельского поселения Плиева. Белые голуби – фотографии участника Великой Отечественной войны и наклейки с 9 мая. Окна к предстоящему празднику преображаются стараниями ребят. Слова благодарности и уважения здесь звучат отовсюду. Люблю тебя, страна моя большая. Люблю за то, что есть ты на земле. За то, что пред врагом колен не преклоняя, ты выстояла в страшной той войне. Горжусь тобой, страна. Горжусь своим народом. Горжусь и подвигом его, как никогда, который в будущем подарил свободу, избавил от фашизма навсегда. Эта акция – повод почтить память и сказать слова благодарности тем, кто этого действительно заслуживает. В ней участвует и Адам Горчханов. Он поделился историей своего родственника Саварбека Плиева. После окончания Горского политехникума Саварбек серьезно заинтересовался военным делом. Впоследствии пошел на фронт, воевал и вернулся героем. Я горжусь за то, что у моей родины, хоть она не настолько большая, есть такие мужественные и отважные люди, которые защищали нашу страну доблестно, стояли за честь Ингушетии. Вторая мировая стала одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. До сих пор под землей покоятся останки миллионов солдат, ушедших в забвение. Акция «Окна Победы» проводится ежегодно в образовательных учреждениях республики. Так создается атмосфера одного из самых главных праздников России. 9 мая – это историческая дата, ну а также праздник Победы и Славы, который ковался тяжелым трудом, достался лишением наших многих жизней. В преддверии этого праздника хотелось бы поздравить всех ветеранов, тыловиков, а также старшее поколение, пожелать им здоровья, благополучия, а подрастающему поколению сказать слова на пусте. Давайте сохраним в памяти уважение к ушедшим дням и людям, которые подарили нам этот праздник Победы. Сказать спасибо за мужество, героизм и победу нашим предкам можно разными способами. И один из них – всероссийская акция «Окна Победы». Первый присоединившийся к эстафете уже есть. Принять участие во всероссийской патриотической акции может любой желающий. Для этого достаточно украсить свои «Окна Победы», сфотографировать и выложить с одноименным хэштегом в социальных сетях. Акция продлится до 9 мая. Малика Измайлова, Магомед Доскиев, Новости 24.